Что сегодня представляет экономика Латвии? Что нужно сделать, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке? И что означает для нашей страны вступление в ОИСИДИ? Тема нашей сегодняшней программы. Сможет ли Латвия создать экономическое чудо? Давайте посмотрим материал Марианы Ходыш. Ученые из разных стран и местные предприниматели встретились на семинаре, посвященном явлению бизнес-кластеров и бизнес-экосистем. Кластер в переводе с английского значит «гроздь». Этим термином принято называть некую группу корпораций, компаний, фирм, исследовательских центров, взаимосвязанно работающих на определенной территории. Бизнес-экосистема имеет схожую концепцию. Один из самых выдающихся примеров технологических кластеров Европы был создан вокруг Кембриджского университета. Сегодня в этом регионе расположены более полутора тысяч компаний. Их общий доход превышает 12 миллиардов фунтов стерлингов в год. Эксперты считают, что Латвия может создать свой успешный научно-предпринимательский кластер. Конечно, не столь масштабный, как в Англии, но вполне конкурентно способный. Сегодня семинар проходит в университете. Именно это то место, где концентрируются студенты с большим потенциалом. И они могут обмениваться опытом и идеями как между собой, так и со старшим поколением профессоров. Я вижу здесь массу возможностей. В РТУ мы действительно поддерживаем инновации. У нас есть и бизнес-инкубатор, и фабрика дизайна. Да еще многое нужно сделать. Но мы в сотрудничестве с коллегами из Финляндии и Кембриджа идем по пути развития. Все в Латвии будет. Действительно, мы идем в ногу со временем. Страна, следуя трендам, обзаводится собственными стартаперами. И потенциал, и энергии у наших хоть отбавляй. Но, по признанию иностранных экспертов, проблемы все же существуют. В Латвии я работал со многими молодыми людьми. У них прекрасная энергия, есть талант. Но проблема в разочарованности. Эти люди хотели бы иметь больше поддержки, помощи и воодушевления со стороны государства. Я считаю, что мы и преподаватели, и правительство должны оказывать студентам больше поддержки, обеспечивать им больше свободы. Министр также говорил об этом. Мы должны помогать им в достижении их цели уже с ранних этапов. По словам британского профессора, один из важнейших факторов в контексте поддержки молодого поколения — это не только инвестиции, но и сближение бизнеса и научной среды. Для малого и среднего бизнеса инфраструктурная, интеллектуальная поддержка и коммуникация с себе подобными на ранних этапах развития важна не меньше, чем материальная. Касательно же финансирования, молодых латвийских инноваторов уже со следующего года ждут действительно хорошие новости. В стране обещают появиться специальные акселераторы — фонды, которые позволят получать до 300 тысяч евро на развитие проекта. Так что смогут ли идеи нового поколения ученых и предпринимателей воплотиться в латвийский феномен, покажет время.